На канале НТВ состоится премьера третьего сезона детективного сериала «Горячая точка», дата выхода сериала стартует 16 апреля, на канале НТВ. В центре сюжета сериала. В новом сезоне Женя Мурин перебирается в Воронеж и устраивается работать на стройку, пытаясь построить новую жизнь. Вскоре выясняется, что хозяева стройки не дают покоя рабочим бесконечными поборами. На этой почве Мурин вступает в конфликт с руководством и милицией, и его довольно быстро увольняют. Михалыч предлагает жене работать в созданном союзе ветеранов локальных войн, на что он соглашается. В Воронеж перебирается и Руслан, жена которого открывает охранное предприятие. Руслан слишком мягок, чтобы быть руководителем, и зовет женю работать вместе с ним. Мурин не может отказать, тем более один из объектов охраны, местное кладбище, становится очень проблемным, когда на него обращает внимание местный криминалитет. По ходу событий Женя пытается найти Таню, чтобы увидеться с сыном, и Катю, чтобы отомстить за смерть матери. Напомним, дата выхода сериала стартует 16 апреля 2024 года на канале НТВ. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть обзор трех серий. Приятного просмотра. 4 серия. Хват угрожает директору кладбища Черных и требует уволиться. Жека обещает ему помочь, но его самого зовут к Хвату на разговор. Хват предлагает на него работать, но Жека отказывается и передает их разговор Михалычу. В милицию поступает заявление от бывшей жены Семена о его пропаже. Точка-точка. В Москве Борис готовит Катю к поездке в Воронеж, для выполнения некоего поручения. В это время в Воронеже Жику ищет рецидивист-червонец, сидевший вместе с паровозом. Жека выясняет, что охранников, дежуривших в ночную смену перед взрывом на кладбище, усыпили. Вечером Жику снова вызывают к Хвату и показывают труп Черныха, забитого насмерть монтировкой из машины Жики с его отпечатками. Хват ставит условия, сесть за убийство или работать на него. Жека вынужден согласиться. Пятая серия. Дело об убийстве Черныха поручают Паничевой, которая расследует и подрыв на кладбище. Паничева сообщает Верникову о подозрениях относительно Хвата, о чем тут же становится известно самому Хвату. В квартиру Олега врываются разыскивающий Жику червонец с подельником и заставят там его знакомую Риту. Олега они избивают, Рити грозят изнасилованием. Выручает их вовремя вернувшийся Жека. Он вывозит червонца в лес и, допросив, отпускает. В милиции, ожидая допроса у Паничевой, Жека знакомится с Андреем Суглобовым, тоже ветераном, ныне возглавляющим бюро ритуальных услуг. Новиков едет к Паничевой домой и обнаруживает ее труп. Шестая серия. По официальной версии, Паничеву убил муж-алкоголик. Расследование поручено следователю прокуратуры Шабалину, когда-то работавшему под началом Верникова. Выясняется, что Новиков является племянником Верникова, хотя не афиширует это. В Москве Катя, обманув бдительность охране Коровиля, отправляется к Изотову и предлагает свои услуги. Верников посещает вывоз мужа Паничевой, а ночью тот вешается. Шабалин сообщает Верникову, что в доме Паничевой нашли чужие отпечатки. Верников дает ему взятку за молчание. Жека получает от хвата первое задание, Суглобов должен исчезнуть без следа. Продолжение следует... Продолжение следует...